МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕСНЯ Для России существование независимой Украины хуже ядерного апокалипсиса. Ради уничтожения соседа Кремль и его ватный народец готов бросить в топку свою экономику, своих детей, свое будущее. А все потому, что очень боятся Украину. Потому что именно Украина начнет развал недоимперии. Как говорится, этот день настал. Неизвестная армия, очень похожая на украинскую, начала спецоперацию по освобождению исконно украинских земель Курской области от московских оккупантов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинское руководство приветствует помощь Курской республике, но особо не комментирует. Как говорится, нас там нет. Никаких вооруженных сил нет. Не было и нет. За несколько дней воины света прошли более 30 километров и освободили около 20 населенных пунктов. Русские, которые не сдаются, сдавались целыми подразделениями. ВЗРЫВ Акадыровский Ахмат как всегда так и не успел доехать. Его бравый командир даже не смог внятно объяснить, чем они там занимались. Потом получилось так, что некоторые руководители Министерства обороны, вот я так понял, они настолько обманывали, 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 и получилось так, что обманули сами себя. Какая картина у нас сейчас вырисовывается? То ли стояли до конца, и враг не прошел. СДАВАЙ САХОРЫ То ли стояли до конца, но враг прошел мимо. СДАВАЙ САХОРЫ То ли они не там стояли, и враг не знал, где они стоят, и просто пошел захватывать Курск. СДАВАЙ САХОРЫ В общем, это нужно слышать. В принципе, в этих населенных пунктах у нас и так не было никаких ни сил, ни средств, ни ресурсов. Была одна линия обороны, это граница, значит, и противник, получается, вот вначале прошел между нашими опорными пунктами российскими, потому что дистанции были просто огромные. Но не будь они тик-ток войска, если бы не выкладывали новый контентик. Естественно, с извинениями от русских холопов, которые посмели усомниться в доблести личной гвардии Дон-Дона. СДАВАЙ САХОРЫ Здравствуйте, хотел объяснить ситуацию с Курском и про Ахмат. То, что я говорил, то, что Ахмат находится сейчас единственным со срочниками, контрактников там не видно, а срочники жалуются на то, что они одни, и им помогает только Ахмат. Несут потери, Ахмат им помогает. Я прошу прощения за непонимание друг друга, за то, что неправильно друг друга поняли. В России началась настоящая паника. Грустный Пыня собрал Совет безопасности и что-то там мямлил о небольшой провокации бандеровцев. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия. У кремлевского упыря так и не хватило смелости признать, что из-за его дебильной политики впервые за 80 лет в Россию вторглась иностранная армия. И не какая-нибудь, а по всем признакам украинская. Это та, которую Шойгу уничтожил еще 25 февраля 22-го года. В течение ночи оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины. Гитлер для бедных настолько боится признать факт вторжения, что объявил в Курской области... Чуть-чуть воздуха в грудь, наберите... ...чрезвычайную ситуацию. Просто ЧП. Просто нужно вызвать пожарных, и они все порешают. АПЛОДИСМЕНТЫ Общевойсковую операцию Кремль назвал террористическим актом и начал контртеррористическую операцию. Сказочный, да... То есть Москва решила сделать вид, что ничего не происходит. Это страшный сон! Все как-то само рассосется. А жители Курской области пусть сами решают свои проблемы. И тут мы переходим к нашему любимому жанру. Путин, помоги! Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых... И помогаем, продолжаем помогать с первых дней начала СВО. Странное СВО они поддерживали, а результаты СВО им не нравятся. Ох уж эта загадочная русская душа! Мы остались с детьми, без крова, без выпуска, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночью спать. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться, связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Сам Кремль тоже подхватил эстафету нытья и... Пожаловался на Украину в ООН, потому что она нарушила границы России и международные конвенции. Сейчас мы воочию наблюдаем их в ходе террористического нападения украинских боевиков на Курскую область, совершаемого при помощи поставляемого Западом оружия. Даже зеткнутые пропагандисты, которые круглосуточно призывали уничтожить Украину и пойти дальше в Европу, вспомнили о международном праве. То есть специальная военная операция на Украине, да, мы это понимаем. А боевые действия на территории России мы не понимаем. Я лично их не понимаю. Я их не хочу понимать. Я их отказываюсь понимать. Вот что треугольник животворящий делает. Вопреки ожиданиям наши западные партнеры не стали кричать о эскалации и дружно поддержали вооруженные силы, освобождающие исконные украинские территории. Нет ничего необычного в том, что Украина не сообщает нас про свою точную тактику перед ее втянием. Это война, которую они ведут. Мы даем им обладательство и консультации. Но когда дело доходит до повседневной тактики, то иногда мы общаемся с ними, иногда нет. Потому что нельзя отрицать железный факт. Курская область – это территория Украины. Исторически, культурно и этнически. Городок Суджа, который по популярности сейчас обогнал Париж и Лондон, основан украинскими казаками Сумского полка. В начале 20 века более 60% населения составляли украинцы. Более того, с 1918 по 1919 годы Суджа была столицей Украины. Позже большевики перенесли ее в Харьков. Вот это поворот! А знаете, почему именно в Курске было создано рабоче-крестьянское правительство Украины? А столица Украины в городе Суджа? Думай! Дэ! Потому что Курщина административно была территорией Украины. И всего сто лет назад это признавали все, даже Москва. Сейчас, конечно, после десятков лет дичайшей русификации, большинство жителей Курской области ошибочно считают себя лаптеногими. Это страшная трагедия и преступление кремлевского режима. Интересный факт, что жители Курщины до сих пор понимают украинский язык. Хоть и сами не понимают, почему понимают. Почему они могут спокойно слушать украинское радио и смотреть украинские каналы? Короче, как па-ля-ница. Па-ля-ница, да, вроде так. Курские земли во времена Киевской Руси входили в состав Черниговского и Переяславского княжеств. И почему-то принадлежность Черниговщины и Переяславщины к Украине не вызывает вопросов. Тогда с какого перепуга Курщина вдруг стала русской? Единственный русский Курск находится сейчас на глубине 72-х метров. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Она утонула. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А то, что Курщина оказалась в составе болот, нужно сказать спасибо коммунистам. Победив в гражданской войне, большевики начали краить границы Союза и оттяпали у Украины целые регионы, населенные украинцами. Кремль передал в состав Советской России украинские Белгородщину, Стародубщину, Восточный Донбасс, Таганрог и другие приграничные регионы. Так, после большевистского переворота Украинская Народная Республика издает свой третий универсал, в котором говорится, что окончательная граница государства определяется с включением в свой состав Курщины, Холмщины, Воронищины и смежных губерний, где проживает украинское население. Все так называемые российские территории, с которыми Украина граничит на севере, это украинская слабожанщина. И эти земли уже сто лет находятся под оккупацией. О чем говорить, если в селе Ивановское Курской области была резиденция... Чуть-чуть воздуха в грудь, наберите. ...гетмана Ивана Мазепы. Того самого украинского гетмана, который боролся за независимость Украины. И сейчас его дело живет. Курщина возвращается в родную гавань. Военный проверил документы. Мне не грубил ничего. Сказал, что нельзя снимать. Я говорю, что нам делать теперь? Что будет? Он типа, что делать? Учите им украинский и готовьтесь к референдуму. Жителям Курщины нужно наконец понять и принять, что Москве на них наплевать, как и на жителей Белгородчины. Для Кремля они просто мясо и разменная монета. Заметьте, как только ты называешь себя русским, ты становишься послушным, забитым и беззащитным. Жители Курской области, прекратите называть себя русскими. Наши жители услышали в 3.30 сильные взрывы. Все, кто смог, не понимая, что произошло, похватили, сели на машины. Некоторые уехали в трусах, в майке, некоторые ночных рубашках. Дети были захватаны в тряпку какую-то. Жители Курской области, прекратите называть себя русскими. Вы что, мазохисты? Курчане? Вы украинцы, которые стали жертвой этногеноцида. И сейчас в Курской области идет реабилитация жертв сталинских и путинских репрессий. Происходит акт исторической справедливости. Ждем проведения референдума о выходе Курской области из состава недоимперии. Доброго дня, друзья. Вот встретил вместе суд же человека. Я хочу спросить, вы как относитесь к освобождению суд же? Здравствуй, Сужанская народная республика. Искренне, да. Достала Раша. Сил нет. Достал терроризм. Путин ***. Украине слава. В Белгородской области тоже началось освобождение от оккупации. И это только начало. Бажаю здоровья. Батальон 252 находится в населенном пункте Порос. Белгородская область. Слава Украине! Слава 252 батальону! Героям слава! Жители Курской, Белгородской, Брянской областей. Это, наконец-то, ваш шанс на нормальную жизнь. Шанс вернуться в европейскую семью народов. Шанс избавиться от московской диктатуры. Шанс восстановить историческую справедливость. Не зря же вы лучше всех в России говорите слово «полянытя». Практически без акцента. А ты знаешь, что такое слово? Нет, а что это значит? Ну, это же хлеб. Нет, это же клубника. Клубника? Да, это клубника! Да ладно, не гони. Паля, паля, палянытя. Не знаю, короче, я, честно говоря, сейчас в растеренности. Веселые времена грядут, товарищи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шел третий год трехдневной войны. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина! Путин провел уже 14 парадов победы во Львове. Медведев на танке развалил бранденбургские ворота. Скобеева заменила Байдена на выборах президента США. Это стандартный сон среднестатистического ватника из Курска. Но потом происходит что-то, от чего резко просыпаешься. ЗАСТАВКА 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 Засыпал вроде как в сверхдержаве, а проснулся в Курской Народной Республике. ЗАСТАВКА 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 И срочники жалуются на то, что они одни, им помогает только Ахмат. Несут потери, Ахмат им помогает. Я прошу прощения за непонимание друг друга. Настолько обмановали-обманывали-обманывали. И получилось так, что обманули сами себя. Украинские войска вошли в скрепное тело, как нож в масло. Впервые в истории человечества иностранное государство вторглась на территорию ядерной державы. И впервые государство, на чью территорию вторглись, делает вид, что этого не произошло. Там уже танки стоят со стороны Свердликова, въехали. По правительству объясняют, что все ровно, все четко, ничего нет. Это полный пи***ц. Возвращаться туда, это страх, это бред полный пи***ц. Где наша армия хваленая? Где ни одно ПВО, ничего? Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету ни хрена. Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Все опять по плану. Все спокойно. Путину доложили, что из тысячи ВСУшников уничтожили 945, а срочники на границе разбили целую украинскую бригаду, и вторжение бодро отражено. Я вам больше скажу, уже в этой войне срочники тоже в Прусскую область отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли, 60 человек угрохали у них, они отступили. Но отлично продуманной пропагандистской стратегии помешали оставшиеся 55 украинских солдат, которые продолжили наступление и захват городов и деревень Курщины. Кремлевская пропаганда, сама того не понимая, затмила миф о 300 спартанцах и создала миф о 55 украинцах, которые громят фашистов в их логове и захватывают сотни пленных. 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Да что ты, черт побери, такое несешь? От таких поворотов судьбы пропаганде откреститься было уже сложно. И поэтому она в лучших своих традициях переобулась в прыжке. Теперь уже на Россию, матушку! Матушка! Напали орды натовских наемников и начали топтать Святую Русь своими адидасами и леопардами. Поляки, вы сказали? Сказали, там поляки, поляки, наемники, поляки. Бобер, курва! Бобер! Кремль сразу завыл про войну народную и переход последних красных линий. Такое серьезное испытание для нашей государственности. Враг жесток, враг беспощаден, враг не испытывает никакой рефлексии по поводу одного народа. Москва с перепуга даже пожаловалась в ООН на Украину за то, что она нарушила территориальную целостность России. Российская делегация неоднократно доводила конкретную, основанную на фактах, информацию об истинном лице, выписанного Западом киевского режима, который с подачей, под присмотром и в тесном взаимодействии со своими кураторами из стран НАТО давно не гнушается использовать откровенно террористические методы. Сейчас мы воочию наблюдаем их в ходе террористического нападения украинских боевиков на Курскую область, совершаемого при помощи поставляемого Западом оружия. И вот тут даже у самых упоротых ватных коллаборантов на оккупированных украинских территориях открылись глазки на реальную картину мира. Оказывается, Курский Белгород – это настоящая Россия. Стрелять по ним – международное преступление. Специальная военная операция на Украине, да, мы это понимаем, а боевые действия на территории России мы не понимаем. Я лично их не понимаю, я их не хочу понимать, я их отказываюсь понимать. Там живут настоящие россияне. Там бедных российских срочников жалко, в отличие от донбасских мобилизованных, которых в мясорубке стерли под ноль. В Донецке не произошло никаких тенденций положительных. Сейчас там вообще отсутствует такая категория, как взрослый мужчина в возрасте от 25 до 55 лет. То есть там обескровлена территория. Произошла, так сказать, оговорочка по Фрейду. А точнее, по Гитлеру. Москва, что бы ни говорила, как бы Конституцию не переписывала, никогда не считала оккупированные украинские земли полноценно своими. Это просто захваченная территория, которую не жалко. Ее можно разменять на переговорах, с нее можно отступить, и никто не скажет, что Путин бросил кусок России. На захваченной территории можно разрушать города, уничтожать инфраструктуру, потому что это не свое. Его не жалко. Ну, он, в хрен, уничтожит Киев. Согласен? Уничтожит Львов. Уничтожим, давайте хотя бы там где-нибудь, откуда эти ракеты поступают, там же этот переход. А с полицей сделаем Одессу, да? Да, которую мы сохраним. Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним, простите. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Для Москвы и коренных россиян жители захваченных территорий всегда были и будут людьми второго сорта. Они и не украинцы, потому что для Кремля украинцев не существует. Но они и не русские, потому что странно гэкают и шокают. В России для них есть отдельный термин. Хохлы. И в этом кроется божественная ирония. Пророссийские ватники и ждуны так хотели быть россиянами, так сильно унижали собственное происхождение и собственную родину, так сильно брызжа слюной доказывали, что они родились не в Украине, а на окраине, что не учли ту самую истину. В России они всегда будут хохлы. Окраинцами, крымчане, дончане, херсонцы, запорожцы, луганчане все это недорусские жители с галерки империи. Это они в Украине были русскими. Не я сама, не вот эти вот ребята, не они виноваты в том, что из меня это чувство по отношению к Украине, оно иссякло. А в России они понаехавшее быдло, неблагодарные попрошайки, которых освободили, а теперь еще кормить нужно. А еще все украинские коллаборанты, потенциальные предатели и вообще права голоса не имеют. Есть такой украинский человек, который стал российским, Юрий Подоляк, я имею в виду, что был гражданином. Вот он цитирует вот этот фрагмент из моей передачи. Я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. И да, это работа на врага. Не зря этот эпизод уже стал топом в украинском инфополе. Для вас, Юра, Украина – это любимая родина, это места, Харьков, все что угодно. А для меня – это земля, которая предала. Юра, кто вы такой? Меня судите. Все эти мантяны, подоляки, царевы, шерии искренне думали, что они полноценные россияне и что их мнение важно. Они думали, что, будучи русскими, им можно критиковать русских. Те, кто смеется над контрнаступлением, ребята, приезжайте в Донецк, вам будет не смешно. Потому что после многочисленных мешных штурмов пехоты-то толком и не осталось. Сколько бы Министерство обороны в лице Коношенкова не рассказывало нам о том, что там все хорошо. Там все очень нехорошо. Все идет, ну, не совсем по плану. Цели спецоперации в полном объеме прямо сейчас вряд ли смогут быть достигнуты. Киев объективно выигрывает. Они привыкли, что в Украине можно открыто высказывать свою позицию. Критиковать власть, заниматься политикой. Но от Украины они отказались. И теперь наслаждаются жизнью в русском мире и своим новым статусом половой тряпки. Там активно идут люди, которые совсем недавно плясали на Майдане, прославляли ВСУ, поддерживали запрещенные в России АЗОВ. А сегодня они неожиданно оказались не просто патриотами нашей страны, но еще и указывающими нам, каким образом нужно быть патриотами. При этом свои родимые пятна никуда не спрячешь, от них не избавишься. Непонятно, что делающая гражданка здесь, оскорблявшая нашего президента. Я тебя найду, сволочь лживая, и засужу. Ты меня в тюрьме сгниешь за твою ложь. Вот ты, лживая, криптохаббатская скотина, ездила на территории России, а не где-нибудь в цепсошных структурах сидишь. За свои слова ответишь. Россияне презирают всех украинских коллаборантов и ждунов. А донецкие просто какие-то проклятые. Никто им ничего не выдает, вот никто ими не занимается. И вообще они выселены по документам, забудьте. Вас нет, ребята. Мантиан, тебя надо посадить. Ты цепсошная тварь. Ты прохала свою родину, Украину. И делаешь все возможное, чтобы мы потеряли свою. Ку**аная тварь. Поэтому я спрашиваю правоохранительного рода, вы долго будете терпеть здесь? Вот эту ха**скую тварь. Их жизни ничего не стоит. Всем наплевать, как они там теперь существуют в разбомбленных селениях. Позитивом от лицезрения по телевизору захваченных территорий зарядились, а дальше хоть трава не расти. Скажите... Литой у нас нету. Май, потом июль. И так вот уже скоро будет. И пушили, нужно звонить. Крышу сняли. У нас при Украине такого не было. Сняли кусок, застелили. Здесь сняли крышу, ливень. У меня с фонером вода текла. Это Донецк при несуществующей Украине. Я уже молчу о том, что творилось вокруг и внутри Донбасс-арены в 2012-м на чемпионате Европы по футболу. А это в прекрасной, процветающей путинской России. Это Донецк, это не самые обстреливаемые районы. И все равно люди живут как в каменном веке просто вот неделями. К ним никто не приезжает, ничего не ремонтирует, на них наплевать. Они об этом говорят прямым текстом. Вот жалуются там на видео. Но кто их услышит? Никто. Но это системная государственная политика. Наконецк забить. Как здесь просто жить и выживать, это очень тяжело. В том, что сейчас справедливо происходит в Курской и Белгородской областях РФ, кроется главная загадка российского народа. Зачем захватывать чужие земли, на которые им наплевать? Зачем спасать так называемых русских, которых они русскими не считают? Зачем положить полмиллиона сограждан, чтобы в чужой стране воткнуть флаг в обгорелую руину школы? Но в то же самое время не обеспечить защиту границ собственного государства. Это парадокс. Русские абсолютно все свои силы кинули на уничтожение других, а не на защиту своих. Россия всегда готова к захватническим действиям на чужой территории, а оборонять свою, вот тут почему-то всегда это случается очень внезапно. Я уж не говорю о том, что для пропаганды тоже это какое-то ужасное преступление Украины. Вот когда мы заходим на украинскую территорию, это нормально, мы ведь это делаем из любви. А когда они заходят к нам спасти нас от путинизма, это всегда какое-то, это какое-то ужасное кощурство, понимаете? А теперь кремлевская пропаганда удивляется, почему, когда в Россию вторглась иностранная армия, русский народ не ломанулся в военкоматы, не вырвалась наружу ярость благородная. Скрепные пятые точки так и не оторвались от диванов. Россияне и дальше продолжили перед телеком радоваться, что орки продвигаются на Донбассе. А Курск это неинтересно. Курск это неприятная новость. Лучше переключить на «давай поженимся». В Россию совершили прорыв. Вчера заходил разведбат, по моим данным, через сутки был затянут второй уже эшелон, это приблизительно бригада, и противник добрался на расстояние от 30 до 40 километров, как сообщают военные. Да, да. А от сердца что-нибудь скажите? Потому что Кремль сам приучил россиян к тому, что любить родину можно только за бабки. Уничтожать Украину за 200 тысяч в месяц и подъемные в 2 миллиона это защита интересов России. правое дело. Это у нашего народа на генетическом уровне. А бесплатно оборонять Курскую область дураков нет. Тем более, это всего лишь какая-то там провокация и террористическая угроза. Так пусть менты с ГБшниками сами и разгребают делов-то. Вот и прозрели жители Курщины, что их недогосударство тратит миллиарды на присоединение новых земель, а на их защиту нет ни средств, ни армии, ни желания. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района. За несколько часов наш город был превращен в руины. Мы, наши родные, мужья, соседи защищают от вас. Мы лишились земли. Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Как-то не по-имперски снимать атакующие войска в Украине и перебрасывать на защиту России. Но, как сказал один неуважаемый человек... Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бесноватая кремлевская пропаганда втирает всему миру, что Россия это гигантский монстр с неограниченными ресурсами, который может спокойно воевать десятилетиями. Пока нефтедоллары льются рекой, снаряды у орков не закончатся никогда. Шойгу! Герасимов! Где б***ь мои припасы? Но это миф и сказочки для бедных. Точнее, нищих россиян. Просто денег нет. Экономика России это горящая пороховая бочка, которую заливают бензином. И это буквально. Потому что все деньги от продажи энергоносителей Кремль вкидывает как в топку на войну. Владимир Владимирович Путин. Возьмите меня на войну. Все, что нажито непосильным трудом, вбухивается в реанимацию законсервированной советской техники. Сборку ракеты и на зарплаты мародерам и убийцам, которые почему-то именуют себя солдатами. Мояца! А ты застегни ему портки, а! Боец невидимого фронта. Давай мы одеваемся, не позвать российскую армию. Что такое-то? Конечно, визуально вам может показаться, что экономика рейха растет, но в этом случае вам нужно перекреститься. Первый в Европе мы обогнали ФРГ. Да что ты, черт побери, такое несешь? Экономика России так сильно обогнала Германию, что врезалась сама в себя. Рост инфляции в недоимперии по темпам опережает даже желание Медведева выпить. Чтобы остановить инфляционный апокалипсис, Центробанк пошел на отчаянный шаг. Повысил ключевую ставку до 18%. Что это значит? Это значит, что бизнесу в России гайки. Ключевая ставка это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Потом коммерческие банки сами выдают кредиты компаниям и гражданам, но уже под собственный процент с накруткой. То есть кредиты для бизнеса и потребителей переваливают за 20% годовых. Обслуживать такие кредиты практически невозможно, поэтому предпринимательство на болотах умирает. А потребительские возможности лаптеногих падают. От какого хрена? Для примера, та самая ключевая ставка в 2020 году была всего 4,5%. Оцените, как Путин рассеюшку с колен поднял и в долговую яму посадил. Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков имеющих три кредита и более в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47% на 1 июля. Вот это нарастающий ком кредитов в один момент может привести к точке, когда эти кредиты и так не возвращаются, но они не будут возвращаться в огромном количестве настолько, что это может по сути погубить с собой всю финансовую систему. Остается единственная выгодная бизнес-модель отправить сына или мужа на войну в Украину. А если отправленный актив становится неактив или активом без рук и ног, то ожидается дополнительная прибыль. У нас было все очень бедно до момента, как я стал военнослужащим контракт. Он сразу мне позвонил, сказал, мама, я ухожу на войну. Не отговаривала, просто ревела. Говорил что-то мельком, что, мама, все равно надо ехать, потому что кредиты платить ведь надо. Я подумал, что рискну, а ось повезет. Боялся, что погрязну в долгах. Очевидно, что бы ни кричали кремлевские эксперты и полезные кремлевские идиоты, путинское экономическое чудо-юдо на военных рельсах далеко не уедет. А предложения нету. Есть с чем, с одной стороны, иногда пропадают яйца, но с другой стороны, происходит инфляция, происходит рост кредитных ставок, но сама экономика, в общем, даже вверх прет. И пока некоторые эксперты, в том числе и западные, чуть ли не выдают Путину Нобелевскую премию в области экономики, сами кремлевские чиновники признаются, что приближается большой капут. Все это означает, что мы значимо отклонились от базового сценария, в связи с этим мы существенно пересмотрели макроэкономический прогноз, он предполагает значительно большую жесткость денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели. Путиномика загибается с опережением графика. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Потому что у России больше нет доступа к западным технологиям и инвестициям. И главное, в Москве катастрофический дефицит рабочей силы. А кто это делает? А куда же подевались рабочие руки на России? Считай, прикидывай. Если брать в расчет, что у каждого оккупанта по две руки, то где-то миллион рук осталось валяться в украинской земле. Еще несколько миллионов сбежало от частичной утилизации. Прощание с родными и попытки покинуть Россию по всей стране проходит мобилизация. В Кремле ее называют частичной. Оставшиеся более-менее умелые кадры толпой повалили на военные предприятия, которые Кремль засыпает фантиками. Менее квалифицированные ломанулись копать окопы за 200 тысяч в месяц. Остальные отрасли экономики остались просто без людей. Некому строить, водить автобусы, производить товары первой необходимости. Единственная надежда на боевых роботов в Шойгу, которых на фронте так никто и не увидел. Появились уже не просто экспериментальные образцы. Началось среднее производство боевых роботов. Роботы, которые можно показывать в фантастических фильмах. Возможно, они все сейчас в ПТУ осваивают рабочие специальности. Путин у себя в Кремле обогнал Германию. По телевизору Америка и Европа загнили, а доллары никому больше не нужны. Это конец монополии доллара. Но россияне этого не замечают, потому что, наслаждаясь жизнью в пятой экономике мира, дерутся за просрочку. Контейнер везет сотрудник пятерочки, его уж там ожидает целая делегация, уже четыре человека. Бабушка пенсионер. Колбаса. Колбаса. Уровень жизни простых россиян обвалился ниже ватерлинии крейсера Москва. Доходы холопов неуклонно падают, а цены на все растут. В экономике это явление называется шпагат Путина. Владимир Владимирович, почему 83-я бригада кормят срочников хуже, чем положено? Дайте себе, я неоднократно дискуссировал по этому вопросу. Видимо, это и есть тот самый двуполярный мир, который имел в виду Пыня Первый, когда потребности граждан максимально отдаляются от их возможностей. Вся страна у нас есть просроченные продукты от магазина до рынка, и все пенсионеры на рынок идут, только вот ради этих продуктов. За просроченными продуктами по низким ценам пенсионеры идут на рынок Тотем в районе нефтебазы. Галина рассказывает, все прекрасно знают, что здесь торгуют не самой свежей едой. А вы здесь покупаете сами что-нибудь? Я покупаю, потому что я ветеран труда и пенсия у меня 14 600. Позор нашему правительству. Россияне дерутся в магазинах за дешевые продукты и готовы удавить друг друга за халявные барбариски. Люди! Люди вас снимают! Какие вы дикие! Господи, помилуй, смотрите, на сахар дерутся люди. Это ужас какой! Господи, вы ими! Толпа атаковала торговый зал. Люди кричали, толкались и набирали сахар целыми тележками. Из-за акции покупатели чуть не покалечились вдавки. Село в том, что в одном из продуктовых магазинов Омска решили устроить распродажу и снизили цену на три рубля. Крепостных довели до того, что они воруют продукты среди бела дня. В Екатеринбурге полиция и военкомы провели облаву на мигрантов, которые торговали овощами и фруктами. И когда прилавки остались без присмотра, что начали делать простые россияне правильно. А деньги за товар оставите? А мы же не знали, что у них незаконно. Они же с мая месяца застрелили. А вы покупали у них? Да. Нормальный товар? Нормальный. А что, деньги им не оставите сейчас? Нет, не оставлю. Петырят с прилавков не бомжи, алкаши или нищие пенсионеры, а обычные среднестатистические россияне. Так называемый средний класс. Для них норм хватать то, что плохо лежит. Потому что завтра не факт, что будет что хватать. Это особый экономический путь. Говорят, на чем держится режим нефти и так далее. Нефть, конечно, да, но ресурс-то, самый страшный ресурс, это рабское ... кто понимает? Вот это самый главный ресурс, потому что если они жили при СССР без туалетной бумаги и тампаксов, то они же могут и дальше так жить. А в это время кремлевские золотари продолжают лить в уши ватникам, что санкции не страшны, а СВО только улучшило жизнь на болотах. Специальная военная операция уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь. Вот только дырка в бюджете рейха уже в триллион рублей. И к концу года она только расширится, как зрачок Ларисы Долиной после удачной продажи квартиры. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Установлено, что мошенники находятся на территории Украины. Деньги Кремлю брать негде. Продажи нефти и газа в Европу рухнули. Кормилец Сия, Московия и Газпром стал убыточным предприятием. Только за первое полугодие 2024-го главное достояние России отрицательно заработало 480 миллиардов. Стоимость Газпрома всего ПАО, так называемое, это не патолого-анатомическое отделение, это вот так называется как и Газпром, публичное акционерное общество. Вот это ПАО Газпром уже на протяжении многих месяцев полная его стоимость, если смотреть акции, то есть рыночная капитализация, вот за что все можно продать, купить Газпром? Она меньше его долга, намного. Китай и Индия тоже нанесли удар в спину. Нет, они не отказались покупать углеводороды, даже наоборот, с радостью высасывают из Москвы ресурсы по очень заниженным ценам. Кремлю деваться некуда, и он соглашается на кабальные условия. Не, в натуре класс, но четко. Получается у вас действительно умеете, могете. Но самое главное и покалывающая Кремль в области Таза, то, что Китай и Индия отказываются платить России за ресурсы живыми деньгами. Индия рассчитывается только рупиями, которые можно потратить только в Индии. Очень удобно. Да, такая проблема и есть, потому что в нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения, и наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать. Китайские братушки пошли еще дальше и вообще отказались принимать платежи от Москвы. Из-за санкций крупнейшие китайские банки больше не ведут расчеты с Рустрихом даже в юанях. Появился новый термин чистый и грязный юань. Грязным называется тот, который куплен в немытой. В итоге Россия вынуждена перейти с Китаем на бартер, то есть натуральный обмен. Очень скрепно в традициях первобытно общинного строя. Теперь Кремль будет менять нефть на кроссовки Абибас и дешевые смартфоны. Процветание во всей красе. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фортануло. Так что для россиян вырисовываются нерадужные перспективы. Все идет к тому, что для продолжения войны и поддержания собственного режима Кремль начнет изымать деньги у граждан России. Других источников финансирования величия практически не осталось. Так что ватнички, готовьтесь к заморозке накоплений, сокращению социалки и новым налогам. Значит, последним источником замыкающим будет население. У него сначала будут отбирать через сокращение финансирования расходов на всякого рода социальные потребности. Это, прежде всего, образование, это здравоохранение, это культура. А вот дальше возможно начнут отнимать деньги прямо от населения. За свое нежелание интересоваться политикой россияне будут платить дорого и стабильно. А главное, добровольно-принудительно. Как при Сталине. Все, как они любят. То есть населению предложат активно эти облигации покупать. Это практика старая, это практика сталинская, облигации взаимов и восстановления народного хозяйства. Принцип будет очень простой. Если ты патриот родины, то ты должен подписаться, за год купить облигации на одну месячную зарплату. А если ты не хочешь подписываться, то, видимо, ты не поддерживаешь политику партии и правительства, и ты не хочешь поддержать наших мальчиков с СВО, и это заставляет задумываться о том, а ты тот человек, который должен работать в нашей организации. И, конечно, каждый россиянин должен помнить, что рано или поздно ему придется выплачивать репарации Украине. И чем дольше будет продолжаться агрессия их недогосударства, тем больше и дольше придется платить. субтитры Субтитры создавал DimaTorzok